Что быстрее, поезд или автомобиль? Этот вопрос волнует человечество уже больше столетия. Очередную попытку поставить точку в старинном споре предприняли тревел-блогер Юлия Костюшкина и Андрей Леонтьев, известный телеведущий и путешественник. Несложно догадаться, кому из них достался автомобиль. Гонка автомобиля и поезда — это то, с чем, в общем, автомобиль был рожден. Вот когда была заря автомобилизации, то нужно было и производителям, и владельцам автомобилей, первым энтузиастам доказывать, что их детище — это лучшее, что есть на Земле для того, чтобы перемещаться в пространстве. Однако эта гонка получилась уникальной, потому что именно в России пролегает самый длинный железнодорожный пассажирский маршрут на планете — Москва-Владивосток. Его протяженность 9200 километров. Дорога на автомобиле короче на несущественные 100 километров, но для человека за рулем это серьезное испытание на пределе возможностей. Чтобы обогнать поезд, маршрут следовало пройти менее, чем за 7 суток. К счастью, сегодня эта дорога совсем не так сурова, как раньше. Состояние дорог радикально улучшилось за последние несколько лет. Инфраструктура придорожная, да, развивается, да, растет. И уже есть где остановиться, не думая о том, что ты останешься спать в машине, есть где заправиться, не думая о качестве топлива. Мы проехали всю дорогу, ни разу не обратившись в шиномонтаж. Туда и обратно. Вот посмотрите, за 20 тысяч километров ни одного прокола колеса на маршруте Москва-Владивосток-Москва. Прекрасно показал себя и соперник поезда — полноприводный кроссовер Suzuki Vitara, оснащенный турбомотором 1.4. Я лишний раз убедился, что это достойный, по-настоящему железный, классно скроенный продукт. И продукт еще и классно собранный. Во-первых, полторы тысячи километров за рулем ты вылезаешь, как будто ты не ехал никуда. То есть посадку ты можешь выбрать раз и навсегда, и она абсолютно эргономична. Я проводил Юлию Костюшкину на Ярославском вокзале в Москве и встретил ее с букетом цветов, как и обещал, на вокзале во Владивостоке. Но главное, что удалось доказать этой гонкой, Россия отлично подходит для автомобильных путешествий. Наша страна сегодня позволяет комфортно путешествовать на автомобиле, получая от этого удовольствие. Причем, повторюсь, на любом автомобиле. Это крайне важно. Вы сегодня можете спуститься к подъезду к своему, сесть в свою машину, какая бы она ни была, любая. И дальше ехать по стране, хоть в Магадан. Вы обязательно доедете и получите массу удовольствия. И, кстати, достижение Андрея Леонтьева – это практически вечный рекорд, побить который будет невозможно до тех пор, пока на планете не появится еще более длинный железнодорожный маршрут.